Вечными хранителями Дхарана, вечными хранителями Белегири. И пока эти четыре божества, которые не зашли из Гавардхана, присутствуют в мире, миру ничего не грозит. Такого супер-глобального, да? Потому что всегда будет приятно. Но Гавардхан, почему его, так сказать, прокляли обитатели Духовного Мира? Потому что он все время расширяется. И обитатели Духовного Мира говорят, «Ты вообще, слушай, почему ты везде расширяешься? Ты хочешь везде, чтобы ты был? Ну-ка, иди в материальный мир, и вот правильно, и он там расширяется». И поэтому у нас такой принцип духовный. У нас сначала заезжает Гавардхан. Как только Гирирад заезжает, место становится трансцендентным. После Гавардхана заезжает божество Радхи и Кришна. Почему? Потому что Радхи и Кришна никогда не выходят за пределы Вриндавана. И поэтому Радхи и Кришна запрещено выносить за пределы Вриндавана. Но есть такой принцип, как можно сделать запрещенное, сделать разрешенное. Сначала преданные заходят. Там, где преданные, всегда Кришна. После того, как преданные, и там всегда Кришна, можно завести Гавардхан. После того, как ты завез Гавардхан, место стало неотличным от Зелиндавана. И после этого можно уже завозить Радхи и Кришну. Есть принципы трансцендентной экспансии, они не отменял. Но, так или иначе, поговорили с вами о том, что духовный мир и божество не отличны. Гавардхан неотличен от Кришны. Поэтому мы находимся здесь. Это часть духовного мира. Это Гириаж, да? Естественно, как часть духовного мира, он устанавливает свои законы. Народминистры думают, что мы свои законы устанавливаем. Гириаж — это свои четкие законы. Когда Кришна куда-то по-настоящему заходит, все движется вокруг него. Не вокруг нашей воли. Не вокруг... Это желание Кришны, чтобы у него были преданные, которые ему поклоняются. Только Господь сам может создать преданных самому себе. Это только его прерогатива. Поэтому преданность... Бхакти исходит из Бхакти. И поэтому преданность... Господь, Он избирает преданных, чтобы распространять преданность. Без воли Господа преданность никто не может распространить. Есть другое выражение, которое очень важно. Сказано, что Господь сам сказал на страницах «Черетами» в своих шлоках. Он сказал о гопе. Любой человек, который совершил какое-то подношение мне, жертву, эллигическими служат мне, я благословляю его бессмертием, красотой и гармонией. Потому что он пришел ко мне в первоисточнике. Но с вами у меня есть одна проблема. Я не знаю, чем вам отплатить. И поскольку ваша любовь ко мне о гопе столь сильна, что я не знаю, чем вам отплатить, я даю вам одно благословение. Я полностью принадлежу вам. Вы единственный, кто можете меня дать. Если кто-то занимается духовной жизнью, поклонение Богу, Господь говорит, да, все очень хорошо. В рай, да не вопрос. Конечно, куда тебе еще? Только в рай. Но этого недостаточно. Но когда кто-то полностью предался Господу, то он сделал и гопе предавны, Господь говорит, мои преданные настолько великие, что я поклоняюсь им. Сам Кришна говорит, я не верю в Кришна. Все, кто говорят, что они преданные мои, я не верю. Мат Бахта, Парван Бахта, вот кто преданный моего преданного, того я рассматриваю. Поэтому Кришна знает напрямую, конечно, все хотят. Я источник красоты, я источник любви, я источник гармонии. Все хотят ко мне подкатить. Все хотят стать моей преданным. Но тот, кто преданный моего преданного, того я по-настоящему считаю ответ. Поэтому все преданные, они знают, что если ты хочешь, ну вообще только в мире так, да, так устроены связи, если ты хочешь познакомиться с царем, познакомься с царицей или с его сыном. Поэтому если ты хочешь попасть в Бога, у тебя шансов нет. Но если ты хочешь попасть в преданного, у тебя есть гораздо больше шансов попасть в Господу, чем у кого-либо другого. И таким образом, обратите внимание, весь трансцендентный принцип идет через преданных. Никто не может прийти напрямую, Кришна ничего предложить. Хотя Кришна сказал, по ямку, шпам, по трат, по дух, на мегу, как все по щите. Любой может мне предложить воду, листья и так далее. Любой может прийти и предложить. Абсолютно любой. И Кришна говорит, я это приму. То есть одна маленькая хитрость. Кришна говорит, но только преданные по-настоящему могут предложить что-то с любовью. Поэтому то, что предложено Господу, называется Прасад. А то, что предложено Господу и предложено преданному, называется Маха Прасад. Давай сюда. Маха Прасад – это не то, что Господу предложено. Это то, что предложено Господу через преданного. Есть еще маха-маха просто. Безграничные категории ассидентов. Но так или иначе, все это связано с тем, что, когда Шал-Шитар Махараш пришел к Голдиматам, он все эти вещи знал. Он спросил этого Пуджарева, он сказал, как вы понимаете Господа? Он сказал, Сакшат, сам не отличен, сам Господь здесь. Как это? Сам Господь. Скажешь, я могу его увидеть, или потрогать, или посмотреть на него. Да, ты можешь подойти, посмотреть, улыбнуться ему, сказать, Хэлло, Кришна. Но, если вы придете в Южную Индию, например, в Гималаях до сих пор есть только один закон. Во всех гималайских храмах поклоняются всегда киральские пуджари, тантрики. Тантрики не имеются в виду, что сейчас в Москве можно. Тантрики имеются в виду, что все церемонии, все мудрые. Это все киральские пуджари делают. Удивительная вещь. Несмотря на то, что они считаются, это еще Шангар Чай не утвердил, что только киральские пуджари могут поклоняться в гости. Но, тем не менее, даже этого недостаточно. Они считают, что ты должен определенным образом принимать Даршан Божества. Например, почему считается, что не могут заходить в храм одетые мужчины. Знаете ли об этом? Только в Тхоте. Ну, в Южной Индии вас не пустят в храм. Вы должны будете омыть стопы, поочистить рот, пройти через определенные очистительные коридоры. Там идешь, как в космическом корабле, понимаешь. Там всякие стрелки, туда идти, сюда идти. И только в какой-то момент вам даже скажут, вы не можете вот так стоять перед Божеством. Вы должны стоять полу-богом. Понимаете, вот здесь, почему мы сидим? Здесь женщины, здесь мужчины. То есть перед Божеством определенным образом необходимо. И они скажут, потому что, когда открывается алтарная, и Божество дает Даршан, во-первых, нельзя собой заслонять Даршан. Ну, нужно как-то вежливо стоять так, чтобы Даршан получили все. Вторая фишка. Они считают, что, когда Господь созерцает нас, не мы же приходим на Него посмотреть на Него. Что мы можем увидеть? Ну, мы увидели красивую картинку, как Гуру стоят. Ничего подобного. Когда мы приходим в храм, что происходит? Нас созерцает Господь. Поэтому, почему мужчины одевают только Дхоти и Чадор? Потому что считается, что его созерцание настолько обладает удивительной силой, что все наши части тела получают благословение. Поэтому в Кирайской традиции снимается одежда. Можно надеяться в подходе, совершить умоление, поставить тивоке, прочитать определенное количество молитв, только потом прийти. И причем тебе дадут созерцать Божество, знаете, сколько? Ну, в хорошие дни в Гуру Вае стоит очередь 20 тысяч человек. То есть, вы вот так вот думаете. Обратите внимание, что весь храм он секциями сделан. Наш храм построен, в принципе, по ведическим стандартам. Просто, ну, эти секции как бы формальные. А на самом деле, пройдя через все коридоры, пройдя через все вещи, вы можете зайти в храм Терупати, Вайкунт Эдуар называется, Дверь Духовный мир. Вы можете зайти в алтарную на сотую секунды. Там стоят люди, а специальные люди вас заталкивают в алтарную, а специальные люди вас выталкивают из алтарной. Специальные, здоровые, большие люди, они вас берут под руки, женщины берут женщины под руки и выбрасывают вас из алтарной. А почему выбрасывают? Потому что ты заходишь в алтарную, ты видишь Божество, начинаешь падать от экстаза, тебя выбрасывают. Выбрасывают. Ну, там очередь. И там, я помню, зашел, меня спросили, откуда? Я говорю, они под руки тебя берут уже. Откуда? Я говорю, из России. Они так две секунды выбрасывают. То есть, если ты на VIP Даршине, то тебя держат несколько секунд. Ну, потому что в храм, чтобы увидеть, например, Божество, стоит очередь 10 тысяч человек. И такого нету, что мы вот так вот пришли люди, сели, развалились, беседуют. Совершенно другой принцип. Но, писания говорят, прославлять Божество, прославлять Вайшнава, петь перед Божеством, крайне-крайне благоприятно. Поклоняться дереву Тулы, если перед Божеством, крайне-крайне благоприятно. То есть, все, что делается, но в Индии, в классических храмах, куда тысячи людей идут, это невозможно. Посмотрите, насколько нам повезло в Москве. Мы можем прийти, увидеть Кирираджа. И, тем не менее, мы увидим, что во Вриндаване это возможно. Хотя во Вриндаване, например, храм Банки Бихари, знаете, как он работает? Там Банки Бихари закрывается Божество каждые пять минут. И собираются тысячи людей. Вот так вот. Тысячи людей. И через пять минут открывают, все видят Кришну, кричат в экстазе. И опять Кришну закрыли. А в Раджастане, в Джайпуре, Божество Маду-Пандита Гокулананда, да? Там три божества. Говиндаджи, Гопинад и Маданмахан. Гопинаджи, Маду-Пандит Темпл в Раджастане. Видите, как они делают? Там очень интересно делают. Там идет Киртан. То есть там все время открывают божества. И все время люди поют в экстазе. Там нет такого. Там идет бесконечно Киртан. И вот когда время закрыть, Пуджари он закрывает вот так двери. Все еще больше поют. Он вот так закрывает двери. Все еще больше поют. Вот так закрывает двери. То есть там Пуджари. И Пуджари он выходит, раздает нам листья, просад. Как бы люди, они как бы в полном экстазе. Есть еще интересный храм НАТА-2, где Гопал Махавендри Пури, один из надхов. Там вообще другая фишка. Этот храм, это в пустыне крепость. Потому что когда божество привезли из Вриндавана, сделали крепость. Потому что монголы пытались захватить этот храм. И это храм-крепость. И он сделан разными коридорами. Такими интересными очень. И там, когда двери старинные открываются, храмы, там шесть даршинов в день. И когда даршин божества, весь город закрыты лавки. Представляете, все торговцы, все люди, они собираются и идут на даршин. И там даршин открывается. Ну, например, там написано, первый даршин там в 4.15, с 4.15 до 4.30. Второй даршин там в 5 такой-то. Такой-то даршин с такой-то. И ты подходишь к этому даршину, да, храму. И когда даршин открывается, ты уже смотришь, стоит, например, толпа. Ну, если ты рано утром пришел, например, да, там, в какой-то непраздничный день. Там стоит толпа 300 человек. И что ты делаешь? Ты вот так раз-раз-раз пробираешься. Ты, например, пришел в три утра, и ты первый стоишь у двери. И вот это 300 человек накопилось, даршин ровно в 4.15. Там такой колокол. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Это значит, приготовились на старт. Внимание. И все вот так вот люди в храме, они вот так вот стоят. И там старт, первые двери открываются, все побежали по коридору. Вторые двери, третий, четвертый. И все забегают. И там такие вот, как бы, ну, как вот, как такая сцена со ступеньками. И все забегают, но, естественно, кто первый забегает, он подбегает прямо вот сюда вот. Ну, там ограда, там где-то вот так вот. Примерно от божества ограда. Вот так примерно. вот люди выстраиваются на такие ступени и вдруг они там там поют там они знают эмоции переполняет и вдруг раз открывается божество и кришна там и у него его шесть раз день переодевают и кришна там типа в таком костюме потом в таком костюме потом в таком костюме причем у него у него там ну утро такое это такое и все это связано между прочим с мантрой сгая 3 мантры к мантры она каждая мантра каждая часть мантры разделяет часть лилы и вот там но это все по мистические законы и там писать и там кришна во время завтрака кришна в полдник кришна там и там и там есть такие моменты когда кришна наиболее добрый когда поел хорошо потом кришна идет спать отдыхать потом просыпается и во время этих поклонений ему предлагают разные цветы разные парафиналии разные подношения но так или иначе если вы придете в вот этот храм надо 2 знать что вы видите там такие вот комнаты залы и туда приезжают люди автобусами семьями вы зайдете в один зал и увидите что там поют раджастанские женщины очень красиво непрозрачной саре и они делают удивительные гирлянды из туласи сотни женщин сидят поют и делают гирлянды из туласи все эти гирлянды подлагаются божеству в другом зале делаются еще в третьем зале сделаются сладостика то есть туда приезжают люди там каждый день проходит анукут они приезжают утром чтобы сделать севу в другом шьют одежды вышивают в третьем еще что эти все для большинства делают и весь город весь город он занимается только одним поклонением этому божеству все от самого от того кто чистит канализацию до того кто там главный пуджаре весь город весь город поет весь город совершает такое служение и там одна наша девочка ее зовут кунти из бразилии она художница у нее двадцать семь коров такая преданная у него родители бразилия большая ферма и она там учится в нато дворе живописи вот видели там биджей шарма он такой из удайпуры ну или красиво эти где кришна обнимает это все преданное делать древние традиции художников и она говорит мой гуру по искусству никогда в своей жизни ни одна он не продал ни одной картины с кришной я брал если мы его там но как там выставка туда-сюда он будет вы должны по если вам понравитесь он вам все отдаст если вам не понравится ничего не делать то есть такие люди высажь которая встает с утра берет тончайшую кисточку ну как вот полях и доска надо и вот он этой золотой тончайшей кисточки каждый день рисует разные картины о кришне он год это его садхана вообще величайший мастер вся его садхана это рисовать шина то рисовать божество то есть он пол цель от тебя нарисовать божество какая концентрация как вот андрей рублев иконописи за это его жизнь всю жизнь всю жизнь всю жизнь рисует а кто-то всю жизнь поет для кришны все кто за всю жизнь танцует для кришны поэтому кришна действительно удивительной личности действительно стоит для того чтобы петь и танцевать и он невероятно прекрасен но постичь его красоту постичь его форму постичь его святое имя постичь его деяния, постичь его безграничную милость можно только через преданных. Потому что, если у человека нет связи с преданными, для него Кришна – это фикция. В лучшем случае, голубой мальчик на индийской картинке. И поэтому мы с вами находимся на таком пути эволюции, когда мы должны искать общение с преданными. Преданные бывают очень разных уровней, на самом деле. Не думайте, что все, кто носит такие одежды – это преданные сразу же. На самом деле, преданного вычислить фактически невозможно. Преданный – он может быть совершенно растворен в социум. Например, в читании Бхагавата описано, что когда Ишварапури пришел на Вадвип, он был одет в одеждах буддиста. Мы когда пропоедуем в Китае, я обычно хожу в одежде буддиста, потому что, например, в Гонконг так не заедешь. Там везде свои правила. У людей сразу определенные стереотипы. Вы о Будде будете рассказывать? Конечно. Кто такой Будда? Будда – человек, который достиг совершенства. Вы считаете, что он человек? Почему тогда другие не достигли такого совершенства, как Будда? Будда. Значит, он необыкновенный человек. Чем занимается Будда? Будда, ну как чем занимается? Он медитирует. Так вот. То есть, а что такое медитация? Он хочет стать счастливым. Он хочет достичь блаженства. А скажите, когда вы выпиваете две бутылки водки, что с они происходят? То есть, вы достигаете блаженства, что вы делаете? Конфетки, бараночки, та-та-та-та. То есть, понимаете, всегда человек входит в… Вот почему люди говорят, что кришнаиты сумасшедшие. Ну, что только человек может просто не танцевать на Тверской площади или на Невском. Представьте себя, сколько нужно выпить или выкурить, или вынюхать. Это простой человек, он сегодня встретил одного человека. Я говорю, чем занимаешься? Он говорит, дороги строю. Он говорит, все-таки Абхазии лучше, там алкоголь дешевле. Я говорю, объясни мне, моя задача со всеми бухать. Я говорю, а почему? Он говорит, понимаешь, у нас очень нервная работа, мы дороги строим федеральные, огромные деньги, огромная ответственность. И поэтому, чтобы поговорить с человеком нормально, мы должны выпить каждый по две бутылки водки. Русские люди, они снимают с этим. И вот обратили внимание, вы сейчас видите, например, какие-нибудь серьезные люди, чиновники, менты, бизнесмены, какие-то серьезные люди. Но обратите внимание, что в пятницу, в субботу, чем они занимаются? Не важно, куда они ходят. Важно то, что им нужно что-то с собой сделать, выпить какой-то алкоголь, чтобы танцевать. Почему? Потому что на трезвую человек не может танцевать. Человек должен быть опьянен. Но если вы придете в наш центр айога, вы увидите, что у нас танцуют люди на трезвую. Так или нет? Я скажу, как это можно танцевать? Но следует понять, что танцевать на трезвую на самом деле очень сложно. Но если ты опьянен святым именем, если ты опьянен музыкой, если ты опьянен чем-то высшестоящим, танцевать очень легко. И вот поэтому, когда мы говорим о сознании Кришны, мы говорим о том, что, когда душа соприкасается с некими духовными эмоциями, хотя нужно понять, что сейчас мы соприкасаемся с ними очень-очень поверхностно. Когда мы пройдем глубокую духовную реализацию, практику, вот тогда мы сможем соприкасаться очень глубоко. И вы должны понять, что это будет отнюдь не веселуха. Представляете, Махамендра Пури пришел во Вриндаван, и он постился. Он перестал есть. Он сидел постился и думал, насколько я несовершенная душа. И вдруг появился мальчик, маленький мальчик с кувшином молока. И он сказал, в нашей деревне никто не постится, на, пей. Махамендра Пури сказал, а как ты узнал, что я пощусь? И мальчик сказал, очень просто девушки, гопи сказали, что ты здесь сидишь уже восемь часов, и вот я тебе принес молока, и ты должен его выпить, а я вернусь за кувшином. И Махамендра Пури взял это молоко и стал его пить. Но в какой-то момент он почувствовал – это молоко не может быть субстанцией этого мира. Это не молоко то, что я пью. То, что я пью – это настолько глубокое, трансцендентное, какое-то жидкое состояние бытия, которое полностью удовлетворяет каждый атом моего тела, и мое сердце ликует. Это не может быть молоко, я не знаю, что это такое. Это даже не ЛСД или не наркотик. Это что-то такое невероятное. И когда он выпил этот кувшин молока, представьте, то, что ему дал Кришна – это было непростое молоко. Мальчиком был Кришна. Он пошел искать этого мальчика с кувшином. И копье сказали – кувшин, такой дорогой кувшин, у нас нет такого. Ты что? Это удивительный кувшин. И вообще мальчика здесь никакого не было. И тогда Махамендра Пури подумал – что произошло? Я увидел Кришну, но я не смог его узнать. Насколько несчастная душа. Сам Кришна пришел ко мне, он стал служить мне. Я так и не смог послужить ему. Представляете, как думает святой? Но это было его глубокое понимание. Однажды была еще более интересная история. Рупа с Анатаном, два величайших ваишнава наших учителей, Рупа подумал – Санатан ничего не ест, он садху, он постится целыми днями, он не принимает ничего из этого мира. Было бы очень классно, если бы я сделал ему сладкий рис и накормил его сладким рисом. И вдруг появилась девушка и сказала – я жертвую вам рис и сливки. И Рупа принял это и подумал, как удивительно. Только я подумал, как послужить чистому ваишнаву с Анатанами, как вдруг Господь послал мне сладкий рис и сливки. Он сделал этот сладкий рис, положил в него кристаллы сахара, смешал. И естественно, он сам не ел это, не пробовал, он не делал это для себя. Он предложил это Господу в своем сердце и принес с Анатанья, который был его старшим братом ваишнавом. Я сказал – прошу тебя, примерь этот просад – сладкий рис. Санатан сказал – откуда ты взял молоко, откуда ты взял рис, откуда ты взял сахар вообще? Ты чего? Материалистом стал? Рупа сказал – нет, 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 я это не покупал. Честное слово, только не ругайся на меня, я просто подумал о том, что тебе давно уже нужно поесть. Я понял, что самое лучшее – принесите просаду, это вообще просад, я Кришне предложил. Санат – да ладно, что ты мне рассказываешь, ты просто хотел меня накормить. Нет, 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 я не хотел тебя кормить, хочешь, просто попробуй ложку – окей. То есть Саната считал, что он не достоин, чтобы ему кто-то служил. Он говорит – просто ложечку попробуй, там чуть-чуть. И тогда Санат сказал – окей, ладно, не буду обижать человека. Когда он попробовал сладкий рис, он изменился в лице, просто побледнел, он сказал – откуда ты это взял? – и поскольку Рупа не пробовал ничего, он сказал – извини, извини, это просто мне девушка пожертвовала. Санатин – девушка, ты что, попробуй. И тогда Рупа взял и сам после Санатина попробовал то, что он приготовил. И в этот момент он понял, что это не девушка. И оба брата рыдали, почему они рыдали – мы пришли во Вредаван, чтобы служить Радхаране. Но что сделала Радхаране, она нас перехитрила, она сама пришла и послужила. Потому что они поняли – тот сладкий рис, который приготовил Рупа, он обладал неземной природой. И поэтому, если удачливая душа с сердцем готовит на кухню подношение Господу, иногда преданные понимают это подношение, начинают смеяться или, знаете, после просады у людей становится деживио, эйфория. То же самое после в Пуре, обычно, когда приезжаешь в храм Джаганата, просад храма Джаганата, все люди начинают смеяться. Почему? Потому что просад обладает удивительной силой, он действует на наше сознание. Но, так или иначе, наше сознание, так же, как наше тело, постоянно оскверняется. Ну, почему мы говорим там «помыться утром и вечером», почему мы моемся? Потому что природа материи такова, она все время оскверняется. Такова природа материи. Мы живем в мире, где постоянное осквернение. Если мы не будем думать о чем-то духовном, мы будем думать о чем-то обязательно материальном. Уверяю вас. Не будет так, что вы вообще ни о чем не будете думать. Только короткое время. Либо ваше сознание в божественном, либо ваше сознание в материи. И вот, поскольку человек постоянно оскверняется, то одна из задач – это его постоянная духовная практика. И в этой постоянной духовной практике самое-самое главное – это воспевание святого имени. Не существует ничего выше, чем воспевание святого имени. И поэтому воспевание святого имени – самое сложное. Понимаете, да? Нет ничего проще, чем маха-мантра. Но если вы будете внимательно изучать, увидите, что молитвенников единицы. И в нашей традиции молитвенников поверхностных очень не любили. Почему? Потому что молитва – это настолько серьезная, глубокая, сокровенная вещь. Поэтому, когда мы воспеваем святое имя на четках, это беседа с Богом. Это очень интимно. Но когда мы приходим и воспеваем все вместе, удивительная вещь происходит. Сказано, что когда в санкиртане люди воспевают, у них появляется вера. Понимаете, это некоторые люди видят, там у тебя туласи на шее. «Ты что, веру поменял?» Ну, ты говоришь, понимаешь, чтобы веру поменять, ее сначала надо иметь. Невозможно поменять то, чего у тебя нет. Это первое. Во-вторых, ты действительно можешь что-то поменять, только в высшем совершенном смысле ты можешь поменять что-то несовершенное на более совершенное. Если ты поменял iPhone 4 на iPhone 6 – это ничего страшного. Ничего не произошло. Если ты сделал хуже обратно, тогда хуже. Поэтому, первое – нужно обладать верой, а второе – нужно ее все время углублять. И вот углубление веры – это постоянное духовное общение санкиртана. И поэтому преданные они собираются вместе и воспевают Святое Имя. Это очень-очень важный процесс. Почему? Потому что только во время духовного общения в нас начинает пробуждаться вера, которая спит в нас. Не думайте, что вера – это такой процесс, вот так, прямо. Вера – это часть нашей души. Вера – это и есть душа. Это одна из энергий души. Душа без веры не может жить. Вера – это самое важное. Если между возлюбленными нет веры – все, любви нет. Если между партнерами нет веры – любви нет. Что произошло между Россией и Украиной? Веру друг в друга утеряли. Обратили внимание? Не верят. А когда вера разрушена – все разрушено. Когда вера в семье разрушена – семья разрушена. Когда вера в религии разрушена – религия разрушена. То есть вера – это самая важная составляющая. Представляете, мы с вами чем занимаемся? Мы с вами занимаемся, что по крупице возрождаем нашу веру. По крупице – утерянную веру. Это очень важный момент. У нас очень много вопросов. На самом деле, когда люди приходят, знаете, почему они задают вопросы? Потому, что, отвечая на вопросы, у них постепенно встает на место голова. Если человек задает вопросы, ну, серьезно, не просто там такие. Есть такие люди, которые задают вопросы, они не хотят слушать ответы. Если люди задают вопросы – это очень важно. Вот поэтому сейчас мы… А у нас какой принцип? Мы принимаем в семью преданных тех, у кого есть вера. Бхактия, саджатая, бхактия. Вера исходит из веры. То есть, человек приходит, он начинает общаться с преданными, в какой-то момент у него происходит вера. Что такое посвящение? Посвящение – это когда он осознает, что без духовной практики он не может жить. И поэтому Анна Ахматова сказала очень правильную вещь. Она сказала – когда нужно стать поэтессой? Если можете не писать стихи – не пишите. Поэтому человек становится тогда, когда это единственное, что он может делать. И вот то же самое. Когда нужно получать посвящение? Ну, вдруг Бог есть после смерти? Нет, это не принцип. Или, ой, мне тоже хочется гуру, это модно. Это тоже не принцип. Человек должен получить посвящение тогда, когда он чувствует – я нуждаюсь глубочайше в общении. Джая Мадугапал Прабху. Мадугапал Прабху, наш лидер киевской миссии. Он приехал из командировки. Так вот, очень важный момент, когда человек должен получить веру, когда он понимает, что нет другого пути, он не может без веры. И нормального, хорошего ученика гуру всегда проверяет. А Бхактиседам Тасараса Такурова гуру посылал пять раз подальше. Он говорит, я хочу получить посвящение, но я спрошу у Господа. В следующий раз, ну что, спросил, он говорит, с Господом общался, но про тебя забыл спросить, ты просто не такой важный, как тебе кажется. В следующий раз, когда Господа увижу, спрошу, надо давать тебе посвящение или нет. И когда уже Сараса Такуров понял, что он уже не может жить, он сказал, либо я оставлю этот мир, либо я получу вашу милость. И тогда Горка Шотас бабушев сказал, ну давай, давай, иди сюда. И дал ему посвящение. Но нужно понять, это был Бхактиседам Та Егор Кишорда с Баба Джамахараджи. Мы еще не обладаем такой верой, что нас прямо там гуру будет испытывать, посылать нас подальше, мы будем возвращаться. Говорит, нет, я все равно хочу. Мы еще пока не обладаем такой силой духовной, не обладаем такой глубокой верой. Пока что мы находимся на уровне духовного детства, поэтому гуру для нас это как мать. И мать, она прижимает ребенка к сердцу и поет его молоком, духовного знания. Но когда ребенок уже вырос, он уже может пойти туда, сюда, это самостоятельно изучать, то самостоятельно изучать. Но пока ребенок находится в уровне духовного младенчества, он должен следовать гуру очень-очень четко. Потому что без этого он не сможет, если ребенок не будет следовать матери и не будет пить молоко матери, он не сможет получить подлинного духовного здоровья. Он нахватается разных там вирусов и так далее. Поэтому кому мы даем посвящение? Тем людям, которые хотят следовать нашей традиции. Существует огромное количество разных традиций, даже нет смысла их обсуждать, но здесь мы следуем нашей традиции. И у нас школа, знаете как, школа кунг-фу, самых крутых мастеров, но это очень тонкая школа и нужно много-много лет духовной практики, чтобы понять, насколько это совершенная школа. Почему? Потому что прежде, чем начать изучать Шидхара Махараджа и понять, и Габинда Махараджа, понять их уровень духовного посыла, мы же не можем сразу же прийти в университет, мы должны пройти детский сад, школу, аспирантуру, ординатуру, пообщаться. И потом только мы будем различать, чем Эйнштейн отличался от Ландау или другого физика. У нас школа Эйнштейна. Шидхар Махарадж был трансцендентным Эйнштейном, но мы не Эйнштейны с вами. Здесь нет ни одного Эйнштейна. Мы с вами практикующие, но мы должны выгордиться. Да, у нас был великий учитель. Наш учитель был признан всеми учителями, но мы пока еще никем не признаны. Если даже нас признала пара неофитов, это еще ничего не значит. Понимаете, если кто-то мне поклонился и сказал, что вы великий мудрец, то от дурака это услышит. Это небольшое дело. А вот когда мудрецы скажут, ну да, ничего, у тебя есть шанс, тогда скажешь, вот это прекрасно. Поэтому лучше мудрецы скажут, ну да, у тебя есть шанс, в принципе, ты не безнадежно потерян, чем какой-то невежды скажет, ну ты великий мудрец. Среди невежд может быть, но не среди святых. И поэтому вы должны помнить, среди святых мы всегда самые незначительные ученики. Положение ученика – очень возвышенное положение. Обратите внимание, Христос мыл своим ученикам ноги. Вопрос, зачем? Ну, первый ответ – у них пахли ноги. Иуда, сколько раз я тебе говорил, не приходи на программу в грязных носках. У меня не было времени, ну хорошо, давай эти ноги помою. Такое тоже мог Христос делать, потому что он понимал, что если Иуда приходил с грязными носками, то остальным было не очень приятно сидеть. Но есть другая идея, более глубокая идея, почему Христос мыл ноги ученикам. Знаете почему? Как вы думаете? Ну да, это так. У кого еще какие мысленные темы? Что-что? Понял. Что он показывает, как он делает? Правильно. Что еще? Есть более глубокая идея, о которой говорит Шиддхармахарадж. Могу сказать тоже, что он показывал своим ученикам, что он знания передает им на их языке, то есть на их уровне, как бы дает им дать. Это очень медитативный ответ. Я бы сказал так словами Шиддхара Махараджа. Шиддхар Махарадж сказал, совершенный гуру всегда видит в своем ученике своего учителя. Совершенный учитель никогда не думает, сейчас я тебя буду показывать, рассказывать. Совершенный учитель думает так, я каждый раз, общаясь со своим учеником, сдаю экзамен, мой ученик принимает у меня экзамен. Поэтому совершенный гуру Парамахамса, он относится к каждому ученику, как к своему учителю. Потому, что если бы у учителя не было учеников, он не смог бы учить. А поскольку учитель знает, что учить – это единственная возможность для него прогрессировать в духовной жизни, это его предназначение, то он видит в своем ученике своего учителя. Но это прогрессивное видение. Для этого надо быть настолько без эго человеком, чтобы увидеть в простом ученике личность, которая гораздо выше, чем ты сам. Это называется духовное видение. И при этом он не перестает быть гуру, он не перестает быть великим, он не перестает быть Эйнштейном, он просто видит в своем ученике более великого человека и он искренне верит в него. И в этом связи он смиренно показывает ему свое глубочайшее уважение. Потому, что омыть стопы можно только духовному учителю, но он настоящий духовный учитель. Он видит духовного учителя везде, поэтому он и есть настоящий духовный учитель. Обладать видением духовного учителя везде – в каждом атоме, в каждом сердце, в каждом человеке – это глубочайшее благословение. Мы пока не находимся на таком уровне сознания, но мы знаем, что такие личности существуют. И поэтому мы должны начать с вами. А начинаем мы с Санкиртана. И вот пока я начитываю четкие, мы все попоем Санкиртана, потому, что времени у нас уже сегодня много. Санкиртана. Вот это. И вот. И вот. И вот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 рука не выпадала. На самом деле, это наш дизайн, уже проверенный годами. Тем не менее, все в том, что четкие должны быть всегда в мешочке, а книжки очень ухраняна очень хорошая. Эта книга очень важная, книга о молитве, величайшая книга о молитве, в ней последняя глава очень опасная, поэтому ее должен читать человек под руководством для натуры. В общем, книги Бахтина Токура крайне опасны для неофитов. Галерия Икошна. Там просто слишком много все рассказывается, когда человек уже слишком много понимает неофит. Детям не рассказывают все сразу. Когда взрослеет, человек дает сознание, а просто Бахтина Токура у него с 1 по 10 класс все в одной книге всегда написано. Поэтому, читать книги нужно очень внимательно. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры DimaTorzok субтитры DimaTorzok субтитры DimaTorzok то семя погибнет необходимо пропалывать сердце у тебя сразу появится сердцевожделение, жадность, гнев раньше ты думал, ой, я такой добрый откуда во мне столько пороков? это просто зубы тебе еще не лечить когда хирург начинает лечить зуб тогда вся болезнь начинает выходить когда человек начинает практиковать духовную жизнь, все его пороки встают пробуждаются и начинается война с пороками но с пороками нельзя воевать им невозможно победить пороки все у тебя победят только через смирение все пороки твои друзья они себя предупреждают тебе о том, что ты несовершенен но если ты встанешь воевать с пороками то ты обязательно проиграешь но если ты будешь предаваться Господу гуру и врачнавам то пороки тебя оставят поспевая Хари Кышны Махамантрой ежедневно Гаре Кышна, Гаре Кышна, Гаре Кышна, Гаре 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 Рам, Гаре Рам, Гаре Рам, Гаре Гаре на четках большой бусину во время молитвы доходишь до малой бусины возвращаешься обратно с Сумеру эта бусина пресекается туда-обратно, туда-обратно минимум четыре круга но Киртани, Асада Хари молиться нужно непрестанно мы должны научиться непрестанные молитвы а это только подвижники могут делать молитвенники так называемые Исихаска везде были христианские подвижники исламские подвижники, индийские мы с вами встали на путь подвижничества для этого мы должны научиться двигаться если мы не будем двигаться подвижниками не станем внутреннее движение изучение, общение медитация, осознание это наша постоянная практика если мы просто будем уповать на бессмысленную молитву то молитва не даст результат поэтому мы должны избегать оскорбления во время молитвы существует 10 оскорблений описанных в Паблине Хуране и при этом должны непрестанно упражнять свой ум в духовной практике когда ум будет подчинен тогда молитва спустится есть четыре стадии молитвы молитва словесная молитва умственная потом молитва сердечная молитва душевная сначала мантра будет звучать в уме Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна когда ум очистится она спустится в сердце когда сердце очистится она достигнет души когда душа очистится настоящая молитва будет не думайте, что мы сразу же поэтому санкирты на совместное распевание очень важно как алкоголики они складчину пьют когда денег нет так же мы у нас веры нет достаточно для мы приходим и вместе объединяем свою веру и в совместной молитве мы обретаем благодать но во внутренней молитве мы постоянно должны упражняться это самая-самая великая йога величайшей больше йоги чем воспевание световыми не существует вот поэтому с сегодняшнего дня ты понимаешься в семью преданных и Гуру Дева спросили сколько у вас учеников он сказал четкий я дал многим а кто ученики я посмотрю быть учеником это не значит получить четкий отбор быть учеником это значит следовать как тебя зовут? в Туле откуда ты? в Скубаскуле ага хорошо в Туле твоим будет Ананта Кришна прогулки и джай 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 ананта Кришна за окей да арея Кришна джай ананта Кришна прогулки джай джай следующий мантра запомню что Радха и Кришна когда соединяется в одно тело становится в Чайтане они понимают образ Чайтане и Чайтане в экстазе поет Харе Кришна Махамантры поэтому Харе Кришна Махамантра и есть Радха и Кришна в звуковой вибрации не существует ничего выше это величайшая мистерия а битва нами он неотличен от своего имя и в этом имени поэтому это не одно имя Кришна Харе Кришна Харе Кришна Кришна Харе 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 Рам Харе Рам Рам Харе 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 Кришна Харе Кришна Кришна Харе 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 Рам Харе Рам Рам Харе 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 Кришна Харе Кришна Кришна Харе 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 Рам Харе Рам Рам Харе 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 Кришна Имя не сходит. Я все лишь на все инструменты. Как по Wi-Fi. Сейчас оно не зашло в твое имя, в твое сердце. Если ты будешь призывать имя, как цветок, лотос, оно вовсе в твое сердце. Но выращивать цветы не так легко. Затаптывать цветы очень легко. Выращивать надо всегда, чтобы сердце было чистое. И всегда молитва должна быть частью твоей практики. В жизни будет очень много трудностей. Но молитва позволит тебе пройти через все. Поэтому ты должна всегда жить с молитвой. Даже когда у тебя отчеток нет, не всегда можно отчеток повторять. Ты должна повторять в уме. Это практика, которую святые называют практикой умного делания, я помню. Сначала молитва будет в уме, потом она будет в сердце. В сердце ты почувствуешь, что оно как колесо всегда вращается. Но для того, чтобы к этому прийти в состоянии, нужно много-много-много-много молиться. И разные уровни молитвы есть. Я знаю, что это такое, потому что я посчастливилось, когда я встретил Гуру Дева. Я увидел, и он уехал. Я пять лет молился. Прежде чем я увидел еще. Ну, может быть, видел в один городе. Но молитвы я удивлял очень серьезно. Мне больше нечего было. У меня не было другого выхода. Я не мог так уйти. Я сидел в центральном парке в Нью-Йорке под деревом в лесу и молился пять лет. Каждый день по шесть часов, по пять часов. И в процессе этой молитвенной жизни, я могу сказать, это были самые счастливые дни моей жизни. Я изучал Писание, читал. Сейчас у меня нет времени на такую молитву. Нет времени, может быть, уже нет такого. Но поэтому, кстати, я тебе вчера сказал, пока ты молодая, постарайся уделить время от духовной... Люди, пока молодые, они уделяют время глупостям. Ты постарайся уделить духовной практике, ты поймешь, насколько это тебе важно будет. Поймешь, не сейчас, через много-много лет. Но если ты будешь практиковать молитвы, у тебя будет все очень хорошо. Как тебя звали в миру? Алена. Алена. Р Maybe Hastaً儿. Твоим будет Лакшнеприя? 1 I Look Ati Yeah, B LLC. Бу Шахти и Шри Шахти. Лакшни приедешь не приедет. Лакшни приедет. Так ты дорога богиня Лакшни. Это имя Расхарани. По имени есть и Лакшни, богиня Просветания, имя Расхарани. Рэй, Лакшни приедешь не приедет. Имя очень возвышенное, постараюсь, чтобы оно было ярко. Она сделана со штангия. Прежде чем мы воспеваем маха-мантру, мы воспеваем панчататтва мантру. Панчататтва мантра не принимает оскорбления. Поэтому имена Чайтани можно воспевать всегда и везде. Некоторые мистики склонны к гору-намы, к гору-лили. Тогда другие мистики склонны к Харе Кишна Махамандре, больше всего. Но в нашей традиции мистики принимают оба. И гору-намы, и кришна-намы. Говора-намы является ключом к Кришне-намы. Поэтому Прабуданамда Саасвати, такой великий святой, написал Через гору, через имя гору вы придете к Кришне. Поэтому прежде чем мы воспеваем Харе Кишне Махамандру, мы воспеваем почитать мантру. Затем мы воспеваем Махамандру. Когда мы воспеваем от большой бусины к малой на четках, мне называется Джапа. Джапа может представиться так. Это Джапа. Тут в большей степени вовлечен ум, ими вибрируют в уме. Но когда мы повторяем вот так вот, как сумасшедшие кишнаиты, горея кишна, горея кишна, горея кишна, кишна, если обратить внимание, это кирта, это лучше для начинающих. Кирта всегда лучше, но если вы идете в лес, можете повторять громче, но если вы в метро, то еще кишнаиты трясут головой, почему? Потому что трансцендент вибрации, а поскольку кишнаиты, они еще такие, как правило, жертвы материального существования, перекошенные, их еще при этом в комбасе, и вот они, люди думают, что они сумасшедшие. Хотя, если вы обратили внимание, когда читают Тору на стене плача, это на самом деле ведический принцип. Когда веды читают, какие-то панишады, еще есть некая вибрация, движение. Поэтому в санскридских школах мы видим, что дети во время читения мантры, когда они качаются, но кишнаиты их колбасят по-разному, как будто так их выворачивают, выкручивают. Это связано с тем, что в Кальюгу все люди имеют определенные психические, внутренние нарушения, и молитва, она правит. Поэтому, когда видите, что нужно понимать так же, большинство кишнаитов молиться не умеют. Они мантру получили, а что это такое, они понимают. Поэтому в нашей традиции молятся в основном старцы. Это старческая вещь. Мы практикуем молитву непрестанную, но для этого мы практикуем общение, служение, покаяние. Если у нас не будет этих качеств, молитва к нам настоящая не придет. Поэтому у нас все сметлыми повторяют, хориквич на мантру. Обратили внимание, дискотека с тарелками. То есть, у нормальных преданных у них молиться нет времени. И тогда у них появляется страстное желание молиться. А у тех, у кого есть молиться времени, и у них нет служения, у них желание молиться пропадает. Они впадают в зевоту, в невнимательность, в оскорбление. И поэтому есть десять оскорблений. Одно – гуру Абагья, другое – саду нинда, не следует наставлением учителя. Тебе учитель дал молитву, ты не следуешь наставлением – это оскорбление. Доктор тебе дал лекарство, ты не следуешь лекарство. Второе – саду нинда, критика других преданных. Никогда не критикуй других преданных. Мне вообще нельзя критиковать вообще никого. А людям надо говорить только хорошее, либо ничего. Это, кстати, очень трудно. Мы склонны сплетничать для других. Это великий грех. И другие оскорбления. Одно из внутренних оскорблений – принижать, думать, что молитва равна благочестивым деяниям. Ничто не возможно соединить санкирственным воспеванием святого имени. Это сам Господь. Ни раздача благотворительности, ни помощь другим. Молитва является высочайшей. Одно из оскорблений, которое в Индии практикуется, считает, что имя Кришны равно имени Шивы или других божеств. Это тоже оскорбление. Считать богов равными Кришне. Это как считать царя и министров одинаковыми. Только потому, что они живут во дворце. Поэтому существует 10 оскорблений. И одно из глобальных оскорблений, кстати, на которые мы постоянно напарываемся – это оскорбление, при том, что ты получил святое имя, продолжать быть материалистом. Самая страшная вещь. То есть жить, как будто ты живешь одну жизнь ради материальных целей. Когда человек уже получил святое имя, у него уже в этом мире, в принципе, заканчиваются дни. Не то, что он не знает, что он рано умрет, это имеется в виду, что он должен умереть для мира материи. Умереть для мира материи очень сложно, но есть методы, как это можно сделать. Для этого необходимо стать в совершенстве бхакти-йогом. А бхакти-йог – это тот, который и карма-йога, и гьяна-йога, все йоги используют для бхакти. Для этого надо изучать писали таких гито. Гито покажет нам, как нам правильно действовать. Как действовать бескорыстно, как действовать без привязанности, как правильно находиться. Потому что мы находимся на разных этапах. Первоклассники делают одно, второклассники делают второе, третьеклассники делают третье. Если ты пришел в четвертый класс и гордишься, то, что ты умеешь делать, то, что делают первоклассники, это очень плохо. Понятно, да, поэтому то, что делают неофиты на более высоком уровне духовной жизни, это уже по-другому нужно осознавать все. Все это ты узнаешь только в общении, да, Ишу Гуру Махараджи. Сейчас бежит четкий, когда ребенок родился, ему все не рассказывают. Но когда он начинает взрослеть, он это постепенно понимает. Как тебя взял? Юля. Юля. She's like Yulia, but more like Elle, not you. She's like Yulia, but more like Inal. She's like, you know, you want to play? She's like, she's like I like this one. She's like I'm like this one. She's like me, I'm like, I'm like this one. Бхахти лата Лата это семя Бхахти лата это семя любви Твоим имя Бхахти лата Бхахти лата Бхахти лата Бхахти лата Бхахти лата Продолжение следует... 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 Ваше имя будет Яшода, у Кришны есть мать, мать Яшода, очень спасибо ему, у Кришны зовут Яшода дулал, Яшода нам, вы будете Яшода бередать, слюга матери Яшода. Яшода, яшода дебил на сихи, яшода. Есть такая песня, мы каждый нествуем, Яшу мать нам дана, яшу мать нам дана. Яшу мать нам дана, дадо, 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 дадо. Ваше имя будет Яшода. Да, Яшода. Убирает ее правую руку, слюкок. Он знает, что я, мы думали, что я считаю, что это было в Телле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok